В Славянске-на-Кубани завершился зональный этап 27-го краевого фестиваля фольклорных коллективов «Кубанский казачок». В этом году он проводится в рамках мероприятий, посвященных 80-летию художественного руководителя Государственного академического кубанского казачьего хора Народного артиста России, Украины, Республик Адыгея, Абхазия, Карачаева-Черкесия Виктора Захарченко. Подробности в следующем материале выпуска. Фольклорный фестиваль «Кубанский казачок» ежегодный и каждый раз он не устает удивлять зрителей и жюри многообразием народного, песенного и танцевального творчества. В исполнении юных артистов тексты и кубанские мелодии воспринимаются по-особенному, наполняются новым смыслом и звучанием. «Кубанский казачок» В зональном этапе фестиваля приняли участие 72 коллектива, 27 вокальных, 9 хореографических, 3 инструментальных коллектива, 33 вокалиста. Всего более 600 юных артистов из Красноармейского, Абинского, Крымского, Темрюкского районов, а также из Новороссийска, Анапы и Геленджика. «Мы приехали из Новороссийска, наш коллектив называется «Забабушка», мы исполняем разные народные песни, есть и авторские, очень интересные песни, мне больше нравятся народные, чем обычный хор». Выступление ребят оценивала профессиональная жюри, в состав которого вошли заслуженные деятели культуры Кубани и России. «В то время, когда была зима, люди чем занимались? Занимались, чтобы делали какие-то поделки, вот так и собирались, и пели вместе, вот это как раз и передано на сегодняшний день, то, что мы сейчас слышим, когда ребята выходят, девочки, мальчики, и поют народные песни, поют духовные песни, которые несут в себе тот великий заряд нашего народа из глубины веков». Выступление конкурсантов жюри оценивало по нескольким критериям. Среди основных – уровень художественного исполнительского мастерства. «Вздохи слышатся и стоны, Боже, не оставь меня, и уродивы поклоны бьет великам извиня. Да, исправится море, литва моя, и я покатила пред тобою, Воздеяние руку моёю, Мужской ансамбль народной песни «Булат» в Славинск-на-Кубани приехал из Новороссийска. Коллектив достаточно молодой и был создан именно для приобщения молодого поколения к народному творчеству. «Я занимаюсь народным творчеством уже шесть лет. Сегодня мы исполняли песню «Провожала маты», это баллада. Потом мы исполняли песню «Черноморы, седы», «Плесовая песня», «Шли мы эскадронами», автор которой Захарченко, Виктор Гаврилович Захарченко. С ансамблем «Булат» мы сегодня исполняли песню «За лесом солнце воссияло», потом мы исполняли ещё песню «Почему именно народное творчество?» Ну, потому что в наше время уже народное творчество постепенно уменьшается, количество людей, которые им занимаются. И наш руководитель Инна Викторовна Борцова, она решила возрождать, по крайней мере, хоть немного память о прошлых временах. В фестивале приняли участие и славянские артисты, воспитанники детской школы искусства и отделения развития творчества «Жар-птица». Юные таланты выступали в течение всего дня, по итогам которого лучшие коллективы и исполнители будут приглашены в апреле на заключительный концерт лауреата фестиваля, который состоится в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора. Коллектив, ставший обладателем Гран-при в крае, получит путёвку на 20-й Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок», который традиционно пройдёт в конце июня в посёлке Лазаревское города, курорта Сочи. Анна Монасыренко, Александр Косицын, программа «События».